Сейчас на обзоре пистолет под холостой патрон от итальянского производителя Bruni, модель 92. Это реплика на 92 берету. Значит, оригинальный пистолет Beretta Mod 92 это итальянский пистолет. Ну и Bruni это тоже итальянская фирма. Скорее всего у них был оригинал, с которого они сделали неплохую реплику. Если сравнивать этот пистолет с другими подобными беретами под холостой патрон, то это одна из самых красивых и аккуратно сделанных моделей. Вот эти вот все переходы, скругления, все очень хорошо и правдоподобно сделано. В некоторых моделях все это погрубее делается. В общем, отличный красивый пистолет. Он идет полностью металлический, со сплава. Сплав этот не магнитится, но с этого же сплава делается и другое оружие, и все подобное оружие также с этого сплава делается. Весистый он 1 килограмм 100 грамм, довольно-таки весистый. Ну, как и оригинальный пистолет, примерно так же. Только накладки здесь идут пластиковые. Все аккуратно, красиво сделано. Даже видно предохранители флажковым двухсторонним. Латунные детали какие-то. Все четко работает. Сейчас вот на предохранитель его поставил. На затворную задержку стал, потому что нет патронов. Ну, все четко, не к чему придраться, что что-то глючит или что-то не так как-то. Все хорошо. Видите, вот даже затвор, как заходит в ствол. Вот здесь ступенька такая сделана специально. Значит, как самовзводом стреляет, так и с предварительного взвода. Значит, у пистолета, когда он запечатанный, у него такая пластиковая пробка вставлена в ствол. Если вкрутить саморез, можно вытащить так просто, красивее. Потому что его деактив, это металлическая заглушка в стволе здесь и дроссель для отвода пороховых газов. Еще хочу сказать, что заглушка конусная. Я чуть попозже покажу фонариком, посвящу. И сейчас мы этот пистолет разберем. И я покажу его плюсы и минусы. Ну, первый плюс, это его копийность, скажем так. Первый минус, это магазин всего лишь на 7 патронов идет. И это 9-миллиметровая версия пистолета. То есть, стреляет он вот такими холостыми патронами 9 миллиметров. Магазин как бы идет двухрядный, но все равно помещается сюда 7 патронов. Они как бы в один ряд заходят. Есть еще эти бруни, они выпускают в 8-миллиметровой версии эти пистолеты. Вот 8-миллиметровая версия вмещает в магазин 16 патронов. Если взять его аналоги, другие 9-миллиметровые пистолеты, то там 16-18 патронов есть. Модели, которые вмещают. То есть, здесь мало как-то. Вот это его недостаток. Я зарядил 3 патрона в магазин. И сейчас проверим работу автоматики. Отстреливать, к сожалению, нет возможности сейчас оружие. Поэтому все это в ручном режиме просто проработаем затвором. Все отлично работает. Все экстрадировалось. Пистолет стал на затворную задержку. То есть, он четко, хорошо работает. Ну вот я заметил, все бруни, никаких проблем нет. Все как бы с механикой. Все у них отлажено. Все хорошо. Теперь произведем неполную разборку данного пистолета. Извлечем магазин. И вот эту втулку надо вот так провернуть. Видите, мы ее провернули. И вот эта направляющая пружины поехала вперед. После чего можно пальцем сюда вот так поддавить вот так и вытащить. Все, можно снять затвор. Все вот так просто разбирается. Магазин со стали. Подаватель пластиковый. Пятка пластиковая. Стандартно, как и во всех других подобных пистолетах. Затвор. Толстый, массивный, без брака в литье. Все аккуратно и хорошо, без прослаблений сделано. По массивности ничем не уступает другим подобным затворам. Я имею ввиду от 92-х. Берет, который идут. Может где-то в некоторых моделей немного аккуратнее сделан. Значит, выбрасыватель стальной стандартно, как и везде. И баек тоже стальной магнитится даже через затвор. Это стандартно, во всех моделях так сделано. Еще здесь заморочились с предохранителем. Когда мы ставим на предохранитель, вот такая втулка выезжает и блокирует еще какую-то деталь. То есть более сложный сделали предохранитель такой, замудренный, относительно других подобных моделях. Пружина, две втулки со сплава. Ну и давайте перейдем к самому пистолету. Значит, ствол и рамка это одна цельная деталь. Оно все литое идет. Здесь все просто и нормально сделано. Никаких претензий как бы тоже нет. Все аккуратно. Теперь о моментах, которые меня смущают в данной модели. Если мы возьмем магнит и промагнитим патронник, то магнит не магнитит патронник. У других моделях есть стальной лайнер. В патроннике, в стволе цельный такой идет от начала до конца. Я считаю, где стальной лайнер, те модели будут покрепче. Но тоже есть разные стальные лайнеры. Есть очень тонкие такие, как жестянка. Там только магнитится, а эффекта от него нет. А есть модели, где прямо толстые такие, массивные стоят стальные лайнеры. Просто они в оболочке сплава такого идут. Поэтому есть они тоже разные. Если вы хотите крепкий, надежный пистолет с хорошим запасом прочности, то мои контакты будут в описании к видео. Я проконсультирую, какие самые лучшие модели на момент вашего обращения. Если мы дальше будем щупать магнитом, то тут магнитится сама заглушка. Она идет стальная. Как она заканчивается, магнит липнуть тоже перестает. Вот так вот. Теперь второй момент. Это отражатель. Он тоже со сплава, он не магнитится. Это отражатель, от которого отбивается, отражается, патрон вылетает. Во многих моделях он тоже идет со стали, а здесь со сплава. Но он толстый здесь идет. Как бы вот такие моменты. Может быть, конечно, сплав, с которого это все сделано, это более крепкий сплав, чем в других моделях. Я не знаю. К сожалению, производители не маркируют марки сплавов, с которых они это делают. Но я заметил, что есть некоторые пистолеты. Производители делают из какого-то немного другого сплава, который будет похуже. Титан, кстати, тоже не магнитится, но он крепче стали. Я не хочу сказать, что здесь есть титан. Вот этот сплав будет помягче стали. Но, может, он относительно других сплавов более крепкий. Не знаю. Это не маркируют. Но, в принципе, пистолеты неплохие. Особо жалоб никаких на них не было. Хотя они не очень популярные модели. Они только недавно появились. И еще особо людьми не опробованы. Но я видел видеоролики в YouTube, где блогеры отстреливают именно вот эти модели Bruni. 92 в травматических версиях. Я не знаю, производит ли производитель эти модели в травматических версиях. Или это владелец того пистолета что-то уже доделал там. Этого мне неизвестно. Но, если стрелял, значит, пистолет выдерживает нагрузки. И вполне нормальный, крепкий экземпляр. Если что, все мои ссылки будут в описании к видео. Я всегда на связи. Все мои сайты, цены. У нас есть много разных других моделей интересных. Обращайтесь. Поможем с выбором и консультацией. Теперь попробуем все это собрать обратно. Добавил на другом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok